Приветствую вас! Во-первых, с чего бы мне хотелось бы, наверное, начать, это с того, что ребёнок с 7 лет Активно проявляет себя и активно говорит, как бы, я сам, активно продвигает свою позицию Активно старается самостоятельно делать всё, что может, всё, что от него зависит, всё, что в его силах Для того, чтобы показать себя самостоятельно И, вообще, самая главная задача, она в том, чтобы ребёнок увидел Увидел, что без вас ему не справиться с какой-либо задачей Серьёзной задачей Ваша основная цель, это дать ребёнку понять, что он не сможет добиться своих целей без вас То есть, ваша основная задача, это простимулировать ребёнка к тому, чтобы он как бы сам к вам обратился За помощью, за советом, за рекомендациями, указанием и прочее И здесь нужно сразу чётко подразделить все возможные ситуации, связанные с вашим ребёнком На две основные категории Первая категория, это ситуации, в которых ребёнку нельзя поступать самостоятельно Он, значит, решать сам не может Как ему себя вести, что ему делать и так далее То есть, ребёнок здесь не самостоятельный И здесь вам нужно спокойно, без руганий Объяснять человеку, почему так Почему ему нельзя этого делать И рассказывать, рассказывая это Делать так, как нужно Естественно, не обращать внимания на то, что ребёнок там сопротивляется, да Как-то ещё себя ведёт негативно и так далее То есть, здесь вам важно найти вот эту вот самую Золотую середину, эту тему Когда вы Ребёнку позволяете Быть собой, да То есть, как бы, как бы Говорите ему, что Он может делать сам что-то Или, когда вы говорите ему, что что-то он делать не может Просто потому что он не может Не может просто потому что не может То есть, без каких-либо Объяснений причин В данных случаях В данных ситуациях Вот И Ряда за ряду вам это нужно постарать Чтобы если ребёнку что-то нужно сделать Обязательно То вы просто Старайтесь Как бы вот Дать ему это действие Дать ему это Обстоятельство Так, как оно должно быть Наши Наши Незвирая на его Претензии Но Руководство Стар Желательно Всё-таки Интересным ребёнком То есть, что лучше для него Исходя из вашей Модели воспитания То есть, если у вас модель воспитания Такая, что Вы Сами Всё За ребёнка Решаете То Соответственно Вы можете И не объяснять ему Причин Причин Своего Поведения Причин Своего Выбора А просто Действовать Как вот Вы считаете Нудным И всё Если вы считаете, что Ребёнку всё-таки Нужно воспитывать Как-то В понимании В Осозненности Некой То Здесь, конечно Адекватнее Будет Объяснять ему Потому что Ребёнок 7 лет Это ученик Это ученик Ребёнок 7 лет Точнее Это не просто Ученик Это Ученик Потихонечку Перерастающий В друга Я бы сказал Теперь Дальше В тех Ситуациях Где Ребёнок Значит Как-то Может По Вашему Например Или По Оценке Какой Поступать Так Как он хочет И Прямого Вреда Ему От этого Нет Например Учёба Например Там Если у него что-нибудь Ещё Там Прогулки И так далее Да Прямого Вреда Такого Откровенного Нет Нет Вы можете сказать Ну как же Учёба нужна Да Учёба нужна Безусловно Но именно Прямого Откровенного Вреда Нет Нет Если Мы говорим Конкретно О Такого Такого Рода Действия Поэтому 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 Давайте Так Здесь Вы Ребёнку Позволяете Поступать Одно Как Он Хочет Но При этом Вы Чётко И Строго Реагируете На Его Победливо Если Оно Не такое Как Вам Кажется Должно Быть Если Оно Отличается От того Что Вы считаете Правильным То Просто Начинайте К Ребёнку Относиться Более Холодно Не Ругайте Его Не Как-то Воспитывайте Да А Просто Ведите себя Более Холодно То есть Например Где-то С ним Можно Не общаться Где-то С ним Можно Молчать Где-то На него Можно Не обращать Внимание Такой Вот Момент И После Двух Трёх Четырёх Раз Ребёнок Сам Увидит Причинно-следственную связь Между тем Что он делает И Тем Как вы Воспринимаете Его Победизм И Поскольку Ему Будет Неуютно Поскольку Ему Будет Некомфортно Поскольку Ему Будет дискомфортно Когда Вы Не будете Обращать На него Внимание То Он Рано Или Посту Перестанет Делать То Что Вам Ну Будет Казаться Неправильно Вы Как Бы Подкорректируете Его Поведение Вы Как Бы Подкорректируете Его Позицию Здесь Если Конечно Ваше Общество Ваше Общество Для Ребёнка Важно Это Первое Второе Перед тем Как Приступать Вот К такому Варианту Я бы рекомендовал Попробовать С ребёнком договориться То есть Иными словами Вы Задаете Вопрос Человеку Чего Он Хочет Ребёнок Я имею ввиду И Говорите Что Вот Если Ты Будешь Вести себя Так То Соответственно Ты Получи Что Ты Хочешь Если Ты Будешь Вести себя Определённым образом Если Нет То Прости Значит Чего Не Вы Не Потому Что Для того Чтобы Что-то Улучшать Если Ты Хочешь Что-то Для этого Дел Потому Что По-другому Не Работ То Что Просто Так То Что Мы Нужно Ребёнка Приучать Договоры Чтобы Ребёнок Чувствовал Ответственность Доставлять Его Ненужно Но Если Он Чего-то Не Делает Но Если Чего-то Не Делает То Очень Быстро Ребёнок Сватит Вот Суть Что Для Того Чтобы Что-то Получить Ну Что-то Делать А Если Вы Ребёнка Баловали После Пяти Лет Уже То Нет Ничего Удивительного Что Ребёнок Не знает Слова Нет А Слова Нет Ребёнок Не Должен Знать Ну До Пяти лет А После Пяти Лет Ребёнок Должен Знать Нет Ребёнок Учится Ребёнок Познаёт Границы Слои Границы Насчёт Слои Активности Что можно Что нельзя И Здесь Необходимо Сделать Именно Именно Так Ну И Опять Не забывать Объяснять Не забывать Объяснять То Что Происходит И Почему Вы Делаете Тот Или Выбор А Также Отдельно Хочется Сказать Что Если Ребёнок Кривляется Так Или Иначе У него Есть Кто-то Кому Он Подражает То Что Вы Ему Есть Какая-то Причина И Причина На самом Деле Может быть Разный Начиная От Модели Вашего Отношения С мужем В целом Вообще И Заканчивая Тем Чем Девочка Увлекается Что Ей нравится Что Ее Ну Что Ее Интересует И Вот То Есть Данные Аспекты Тоже Нужно Проанализировать Данные Моменты Тоже Нужно Обязательно Осветить И Скорректировать Потому Что Где-то Ваша Система Воспитания Действительно Дала Ваш Бой Где-то Ваша Система Воспитания Действительно Построена Неверно Вот Где-то Конечно Для Для Нужен Нужен Детальный Анализ Того Что У вас Происходит В семье Ссориться Своим Смудем Вот Такое Вызывающее Такое Вызывающее Поведение Может быть Продиктованное Еще и тем Что Ребенок Например Бежит от Реальности Бежит от Конфликтов Пытается Купировать Противоречия Которые У него Есть Именно Вот В Его Сознании Противоречия Какие-то Пытается Купировать И Здесь Конечно Можно Говорить О том Что Причиной Такого Поведения Стали Ссоры Именно Ваши Ссоры Смудем Смудем И Если Вы Не Хотите Значит Чтобы Чтобы Было Внутреннее Подкрепление Сказ Скажем так Поведение Ребенка То Необходимо Примализировать Именно Отношения Между вами И вашим мужем И вообще Среди всех родственников С которыми Общается А даже Не общается Ребенок И Необходимо Приследить Направление И Характер Позитива И негатива В вашей семье То есть Куда Например Негатив Сливаете Вы Куда Негатив Сливает Ваш Отец Ребенка Куда Негатив Сливает Ребенок Это Вот Те Моменты Которые И на которых Нужно Заострить Первичные Моменты Которые Вы можете Сами Себе Зафиксировать И о которых Нужно Обязательно Разговаривать С психологом Лично Будет Вам Самой Поработать С психологом Потому что Когда У родителей Нет авторитета Кредитами Это Или Знаете Хоть какого-то Хоть Какого-то Хоть Какого-то Веса Да Веса для своего Ребенка Нет Что это конечно Серьезная проблема И Родители У этого есть следствие Возможно Ваша неуверенность В чем Возможно Наверенность Мужа И так далее А Также Можно вспомнить о том Как вы себя вели В детстве Сами Чем это было обусловлено Потому что Вы повторяете Модель поведения Например Своей мамы Допустим А дочь повторяет Ваше поведение Когда вы были Маленькие И для того Чтобы Понять Почему Дочь себя ведет Так И Как вести себя Вам Нужно Проанализировать Ваше отношение Со своей мамой Ну а И Соответственно Какую роль Выполняет Мужина Как Он Участвует В жизни Дочери А Если У ребенка Скажем Некий Идеал Кумир И так далее Это тоже Очень важный вопрос Ну и лично Ваше взаимодействие С Ребенком Тоже важно Для анализов Потому что Мама Это самый близкий Человек И то что ребенка Сейчас у вас нет случаев Это где-то вы как-то От него Отдалились Где-то вы как-то Упустили что-то И вот Получаете В итоге Такую вот Проблему На этом все Надеюсь Помог вам Если у вас остались Вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете его Лучшим Желаю вам всего Самого доброго И удачи